Милые женщины, в преддверии праздника 8 марта хочу поздравить вас и пожелать солнечного настроения, счастья, вдохновения, радости и благополучия. Пусть во всем будет воля Божия и его помощь. Пусть в твоей душе царит мир, а в сердце – любовь. Сегодня предлагаю несколько простых, но очень вкусных закусок и тортик, и салатики к 8 марта, которые готовить очень просто, а получается вкусно. Давайте готовить. Потребуется сыр. Тру на мелкой терке, у меня российский. Два яйца отварила вкрутую, натерла на крупной терке. Добавила зубчик чеснока. Добавила зубчик чеснока, пара ложек майонеза. Все перемешиваем. Соль, перец по вкусу. Перемешиваем. Начинка готова. Будем подготавливать тюльпаны из помидора. Берем небольшие помидоры, и каждый помидор режем на 8 частей. Все очень легко и просто делается. Семечки с помидор удаляю при помощи ложки. Вот так вот получилось. И теперь начинкой начиняем помидор. Выкладываю на тарелки в форме букета. Украшаю дополнительно перьями лука. Ну, тут как подскажет фантазия, как вам больше нравится. Может быть, другую зелень какую использовать. Петрушку, укроп. Все на ваш вкус. И вот такая красота у нас получается. Все просто, а получается красиво и вкусно. Гости будут довольны. Готовьте. Приятного аппетита. Предлагаю приготовить очень вкусную закуску в тарталетках с ананасом и с сыром. Очень вкусно. Готовьте. Не пожалеете. Итак, давайте будем готовить. Ананасы режем на мелкие кусочки. Сыр трем на крупную терку. Пару ложек майонеза. Соль, перец по вкусу. Перемешиваем. Начинка готова. Начиняем тарталетки. Все получается быстро, легко, зато как вкусно. Сверху я посыпала светлым кунжутом. Приятного аппетита. Еще одна очень вкусная закуска в тарталетках. С морковью и сыром. Здесь они прекрасно сочетаются. Потребуется морковь. Трем на мелкую терку. Сыр также трем на мелкую терку. У меня российский. Можно добавить зубчик чеснока. Пара ложек майонеза. Перемешиваем. Соль, специи по вкусу. Перемешиваем. И начинка готова. Бюджетно, просто, но очень вкусно. Начиняем тарталетки. И вот так вот красиво и вкусно все это выглядит. Порадуйте своих близких этим блюдом. А эта закуска понравится всем. Крабовые палочки режем очень мелко. Два вареных яйца тру на крупной терке. Сыр тру на мелкой терке. Два вареных яйца тру на мелкой терке. Пару ложек майонеза. Если необходимо, то подсолите. По мне так все в норме. И перемешиваем. Начиняю тарталетки. Все очень просто, быстро, а получается очень вкусно. И вот такая вот вкусная закуска получилась. Порадуйте своих близких. Очень вкусный и простой салат. Станет изюминкой на вашем столе. Потребуется консервированный горошек. Репчатый лук режем мелко. Добавляем зелень укропа. Перемешиваем. Соль, специи по вкусу. Растительное масло. Перемешиваем. И очень вкусный салат готов. Для этого салата подойдет любая колбаса. Режем соломкой тонко. Добавляем плавленый сыр, типа дружба, тертый на мелкую терку. Яйца режем соломкой. Также добавляем к нашему салату. Добавляем порезанной соломкой маринованные огурцы. И немного консервированной кукурузы. Смотрите по своему вкусу. Добавляем сухарики. И заправляем салат майонезом или сметаной. Как любите. Все перемешиваем и подаем на стол. Украшаем зеленью или по вкусу. Как любите. Приятного аппетита. Предлагаю приготовить очень вкусную и простую закуску из бекона и чернослива. Бекон берем готовый. Чернослив промываем и просушиваем. И заворачиваем в бекон трубочкой. Эти рулетики обжариваем на сковородке с одной, а потом с другой стороны до румяной корочки. Эти рулетики протыкаем зубочисткой. И предлагаю украсить оливкой. И вот такие вот типы канапе у нас получаются. Отличная и вкусная закуска. Предлагаю приготовить такой вот красивый торт на 8 марта. Потребуется 4 яйца. Желательно брать высшего сорта. И взбиваем миксером. Яйца беру с холодильника, хорошо остывшие. Добавляем сахар 120 грамм. Всыпаем частями и взбиваем, перемешиваем. Снова всыпаем и перемешиваем. И так, пока весь сахар не уйдет. Взбиваем, чтобы масса побелела и поднялась. Просеиваем муку 120 грамм. И аккуратно лопаточкой перемешиваем снизу вверх, снизу вверх, чтобы сухой муки не осталось, чтобы была однородная масса, однородное тесто. Форму застилаем пергаментом и я промазала растительным маслом. Заливаем тесто и немного вот так кручу, трясу, чтобы воздух вышел. В духовку на 180 градусов 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. Вот такой красавец получился. По краю прохожу ножиком, чтобы лучше вытащился из формы. И оставляю корж до полного остывания. А тем временем готовлю крем. Все продукты берем комнатной температуры. Беру масло комнатной температуры 180 грамм. Немного перемешиваю венчиком, миксером. Добавляю ложку сгущенки. Снова перемешиваю. И снова добавляю ложку сгущенки. И перемешиваю, чтобы получилась однородная масса. Добавляю ложку какао. Немного придавливаю венчиками. И перемешиваю до однородной массы. Остывший корж разрезаю на две части. Вот такой вот он красивый внутри получился. На нижний корж намазываю слой крема. Сверху прикрываю вторым коржом. И отправляю в холодильник остывать. Тем временем готовлю второй крем. Масло комнатной температуры немного взбиваю венчиками миксера. Добавляю сгущенку. И продолжаю взбивать до однородной массы. И обмазываю тортик кремом. В крем я добавляю необходимый краситель для того, чтобы подкрасить цветок и бока крема торта. И вот такая вот вкуснота и красота получилась. Готовьте! Это вкусно! Приятного аппетита!